Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марстанкевич, всем добрый день. Борис Иванович, Газпром таки допустили до обследования остатков труб, останков можно даже сказать, северного потока 1 и 2. Что вы можете сказать по тенденциям или мероприятиям, которым собирается прибегнуть Газпром? Газпром пока никаких заявлений по этому поводу не делал, кроме того, что просто описал место взрыва. Допустило его Дания до обследования происшествия на дне моря, которое территориально находится в исключительно экономической зоне. Картина плачевная, все вы ее видели, взрыв там был совершенно не детский, не просто так шведские сейсмологи сообщали о том, что это они увидели на своих экранах. Действительно был очень серьезный взрыв, трубы там более чем серьезные, вот так их разметать, согнуть в непонятные буквы, которые по-прежнему не складываются в буквы USA, было не так просто. На самом деле, в своем выступлении на Российской энергонеделе Владимир Путин точки на дыр оставил. Кому это выгодно, кого продаст, ответ очевиден Соединенным Штатам прежде всего. Правда, здесь я как ни удивительно не схожусь с его мнением, он считает, что это Соединенным Штатам потребовалось для того, чтобы нарастить поставки своего железного природного газа в Европу. Я считаю, что целью куда как более серьезное дело, не только в газе и не столько в газе. Формула была произнесена highly likely, если на вопрос кого продаст ответ очевиден, то и highly likely Соединенные Штаты с чем вас поздравляем. Не так уж важно, чьими руками это было сделано. Были это какие-нибудь английские водолазы, украинские водолазы. Какая разница? Важный результат. И на той же Российской энергетической неделе свое мнение Владимир Путин высказал заниматься восстановлением, приведением в порядок северных потоков Газпром будет только в том случае, если будут появиться юридические обязывающие, обязательства того, что по окончании ремонта эти газопроводы будут эксплуатироваться. Никаких ответов со стороны европейских партнеров не поступило, так что можем считать, что это вот некий памятник. Можно, конечно, здесь в обычных случаях вступает строй голосов, у которых украли Юру, и они потеряли полимера и так далее, и так далее. Ну, давайте припомним, что если бы не появился проект Северного потока-2, мы бы не увидели тот уровень цен на природный газ, который в Европе сейчас имеется. Мы подсчеты в наших передачах уже неоднократно проводили. Северный поток-2 для Газпрома окупился неоднократно. Северный поток-1, который работает, напомню, с 2013 года, даже в тех ценовых параметрах, в которых газ был, я думаю, тоже вполне себя окупил. То есть потери есть, но потери больше связаны не с возвратом инвестиций, а с тем, что газопроводы не отработали тот срок, на который их рассчитывали изначально, когда прорабатывали проект. Так что, вне зависимости от того, кто там виноват для нас на данном этапе, намного важнее вопрос, что делать. Я, к сожалению, ответов на этот вопрос не слышу. Давайте просто пробежимся по цифрам. Не работает Северный поток-1, проектная мощность 55 миллиардов кубометров в год. Не работает Северный поток-2, проектная мощность 55 миллиардов кубометров в год. Не работает Ямал-Европа, проектная мощность 33 миллиарда кубометров газа в год. При этом наземная инфраструктура, то есть тут та газовая магистраль, которая от наших сибирских залежей приводит газ к нашим западным границам, в полном порядке. В переводе на русские. У нас ежегодно на наши западные границы может поступать до 150 миллиардов кубометров газа. Я думаю, что в этом году цифра увеличится еще на 5 миллиардов кубометров, потому что с момента ввода в промышленную эксплуатацию второго атомного энергоблока белорусской атомной электростанции спрос на природный газ в Беларуси снизится на 5 миллиардов кубометров. И когда я слышу всевозможные мнения, опять дали Беларуси денег, опять она их не вернет? Нет, она их вернет. Даже при той стоимости, которая сейчас на газ есть для Беларуси, 127 долларов за тысячу кубометров, возможность не покупать 5 миллионов на 5 миллиардов тонн, это означает, что ежегодно Беларуси получает возможность отдавать по межгосударственному кредиту 600 миллионов долларов. Соответственно, в те условия, которые по кредиту были выписаны, в Беларуси совершенно спокойно вписываются. Но это означает, что у нас не будет загружена сеть магистральных газопроводов «Сияние Севера», которую в свое время строили для того, чтобы газифицировать советскую Прибалтику и советскую Беларусь. Прибалтика отпала тоже по известным причинам, не желают работать в рублях и прочее, проще. А это означает, что еще порядка 7,5 миллиардов кубометров приходят на наши западные границы, и мы с этим ничего не делаем. Можно ли отключить эти газопроводы? Было бы очень странным решением. То есть линейная часть газопроводов, компрессорная станция не будут работать. С учетом ответвлений от этой магистрали, это означает, что могут возникнуть сложности с газификацией тех промышленных объектов, населенных пунктов, которые были газифицированы именно за счет этих магистралей. Если не отказываться от их газификации, что было бы крайне странным решением, нужно поддерживать рабочее давление. То есть, грубо говоря, на всех западных окончаниях северных потоков ставить заглушку, поднимать давление до рабочего состояния, чтобы по газовым ответвлением все потребители нужный им объем газа продолжали получать. Ни то решение, ни другое, ни третье оптимальными не являются. И, к сожалению, так что сложилось, что мы не слышим никаких инициатив по этому поводу ни от самого Газпрома, ни от Министерства энергетики, ни от нашего правительства. Новые инициативы, связанные с турецким хабом, это инициатива со стороны президента Российской Федерации, но нет нашего главного исполнительного распределительного органа, каковым является правительство Российской Федерации. Договоренность о строительстве так называемого Сахаринского маршрута в Китае достигнута в результате переговоров Владимира Путина с председателем СИ в феврале 2022 года. Получается, что мы наблюдаем нечто странное. Есть новые инициативы со стороны президента, нет инициатив со стороны правительства. И это, собственно говоря, стало побудительной причиной для появления нашего нового проекта под названием «Точки сборки». Идеология до предела простая. Можно бесконечно долго заниматься критикой нашего правительства. Ошибок, недочетов действительно хватает. Критика может быть конструктивной, неконструктивной, огульной. Меньше всего хочется скатываться в крики «Долой царя», что, напомню для тех, кто забыл, в 1916 году по России бродило очень много демонстраций, ставчик, битингов с плакатами «Долой царя», и там дальше стоял восклицательный знак. Результат известен. В феврале эта мечта сбылась с 1917 года. Удалось сделать «Долой царя», а через полгода выяснилось, что из состава Российской империи успела сбежать в Польше. В том же направлении он направил лыжи в Финляндию. Временное правительство уже вынуждено было вести переговоры с некой Центральной Радой, возникшей в Киеве, которая мечтала о самостоятельности Украины. Но, на наше счастье, власть, которая валялась в грязи петербургских мостовых, петроградских на тот момент мостовых подобрала Всероссийская коммунистическая партия большевиков. Если мы не хотим повторения того, что происходило после октября 1917 года, в конце лозунга «Долой царя» должен стоять не восклицательный знак, а запятая. «Долой царя» даешь кронпринца, потому что у кронпринца есть экономическая программа, есть политическая программа, которая позволяет решить проблему. До той поры, пока мы не способны поставить запятую и понять, чего мы хотим, лучше помолчать, посидеть, подумать. И следующая мысль, которая была, критикую, предлагаю. Дело не в том, что правительство действительно ничего не хочет делать. Я все-таки при всем моем отношении прекрасно помню, что именно правительство Мишустина позволило прошагать России через все проблемы, связанные с ковидом, которые тут же обернулись с теми проблемами, которые нам организовала непохмелившаяся после дня Красной Армии Европа и стоящая за ними Соединенные Штаты. Как они отмечали в этом году 23 февраля, просто представляю, страшно, сколько было выпито, чтобы потом отчебучить все то, что они придумали. Спасибо, Борис Иванович. Друзья, все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. До новых встреч. Всем спасибо, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok